А я буду считать притчи сына Давида, Соломона. Притчи, которые будут раскрывать одну тему. Эти притчи будут не подряд, а на одну тему. На тему о том, как Бог правит миром и нашей жизнью лично. О Божьем провидении. Божье провидение, слово провидение попало к нам, это заимственное слово, от двух римских слов, или латинских слов провиде. Провиде буквально предвидеть, предвидеть, или видеть наперед. Предусмотреть, что будет в будущем. Провидение. Бог видит наперед, или Божье провидение, оно предусматривает не только то, что Бог знает конец мира или конец истории, то, что Бог запланировал, и то, чему Он запланировал, Он так события располагает, так на них влияет, что в конце концов будет то, что Он запланировал. Божье провидение, Бог над историей, над нашей жизнью, и Он влияет на нее, чтобы достичь для мира и для нашей жизни в конце концов тех планов, которые Он планирует. И для начала будут притчи, которые показывают, как это привидение Божье действует. Провидение – это не привидение. Провидение – это то, как Бог правит миром. Некоторые притчи, иллюстрирующие Божье провидение. 15 глава, стих 3. Дети, на всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Бог все видит, Бог все знает. И эта вот фраза, что Он видит злых и добрых, подразумевает не только то, что Бог наблюдает и все знает, а Бог на это влияет. И то, что Он замечает, Он на это реагирует. Он реагирует на то, как мы себя ведем, правильно и неправильно. Человек может оглянуться справа, слева, вперед, назад и подумать, что его никто не видит. Но Бог видит. Он знает каждого из нас и всю нашу жизнь. И Он по-своему вносит в нашу жизнь свои коррективы, в зависимости от того, что Он видит. Похожая притча, 22 глава, стих 12. Очи Господа охраняют знания, ну или тех, кто несет это Божье знание. А слова закона преступника Он не спровергает. Бог видит те, кто живут по Его мудрости, по Его знанию, а не под Его охраной, чтобы их жизнь, как источник знания, сохранилась. И наоборот, тех, кто Его правду, Божье Слово, Его закон приступает, нарушает, тех Бог знает, как обузнать или наказать в свое время, когда Он запланирует. Бог охраняет знания. Кстати, это также выразилось в том, что как бы люди не хотели, чтобы в разные исторические моменты уничтожить истину у Бога. Например, чтобы не было Библии. Потому что они говорят Господи. Но Бог сделал так, что до нашего дня Библия – самая сохранная книга в своей точности. Потому что Он нанесет это Божье знание. Бог все видит, Он все знает. И это, как мы, например, знаем, что в некоторых учреждениях есть поставленные камеры наблюдения, и кто-то может наблюдать. Но это не кто-то, а весь мир под Его глазами. И Бог все знает и все видит. И Он правит этот мир. 16 глава, первая притча. Человеку принадлежат предположения сердца, то есть какие-то намерения, какие-то планы. Но от Господа ответ языка. Даже когда мы планируем, что и как, где сказать. Мы даже запланировали свою речь. Но если Бог имеет другие планы, то в конце концов мы скажем даже то, что мы не запланировали. Как это так? Я планировал одно, а получилось другое. В иллюстрации есть, как пророк Валаам был нанятый, чтобы проклясть Божий народ. И он планировал говорить плохие слова и на этом хорошо заработать. Но в Божьих планах был этот народ благословить. И Бог сделал так, что человек планировал говорить одно, а в конце концов он сказал то, что было в Божьих планах. Он благословил Божий народ. Наша современная пословица – человек предполагает, а Бог располагает. Это же глава сих девятая или притча девятая. Сердце человека обдумывает свой путь. Но Господь управляет шествием его. Не только слова. Мы планируем, мы обдумываем и имеем планы. Я сделаю так, я приму такое решение. Но надо признать, что не всегда то, что мы планируем, не то, что мы хотели, получается. Но то, что Бог планирует, всегда получается. И Он сделает это. Мы можем давать объяснение, ну, я не знаю, как получилось. Вот оправдываться. Но Господь управляет шествием. И иногда Бог может сделать так, что мы хотели себе сделать добро, а в конце концов, сами себе сделали зло. Потому что Бог захотел, чтобы мы пожали свои поступки или свои намерения, которые у нас были нехорошие, и нас остановить в них. Девятнадцатая глава, стих двадцать первый. Много замыслов в сердце человек. Но состоится только определенный Господь. Наши планы, мы должны понимать, что есть более высшая власть, есть небесная канцелярия. И она может эти планы утрудить, а может их отвергнуть, а может их изменить. Снова шестнадцатая глава, второй стих. Все пути человека чисты в его глазах. Но Господь взвешивает душ. Бог не только знает наши планы или наши мысли. Он глубоко понимает мотивы, почему мы хотим делать это или другое. И хотя, как нам кажется, когда мы оценируем свою жизнь, нам всегда кажется, что мы очень правильные мотивы, мы очень чистые. Мы всегда имеем оправдание, почему мы так поступим. Но Господь по-настоящему знает, почему и как. Поэтому иногда наша жизнь имеет сюрпризы, потому что Господь знает и вмешивается в нашу жизнь. Это же глава, четвертый стих. Все сделал Господь ради себя. И даже нечестивого блюдет или как бы сохраняет на день бедствия. Все сделал Господь ради себя. Все вокруг нас и наша жизнь лично. Бог так распоряжается в нашей жизни, чтобы были Его планы, были Его цели. И даже такое, кажется, проявление, когда есть люди, которые этими целями Божьими игнорируют. Они нечестивые, они не хотят жить по-божьему. У Бога есть свои цели, а они живут по-своему. И Бог дает им свободу. Пожалуйста, ты можешь жить по-своему. Но даже Его свобода, которую Он использует для греха, в конце концов достигается Богом для своих целей, когда Бог покажет свою святость, свой суд над жизнью грешника, когда Его судят. Хотя до этого момента или до какого-то момента Он позволяет ему в его грехах быть свободным. Двадцать первая глава, первая притча. Сердце царя в руке Господа, как потоки воды. Куда захочет, Он направляет его. Царь, очень властные люди, президент, имеющий, возможно, всю власть. Ему кажется, что Он решает, и все от Него зависит. Как хочу, так и сделаю. Даже такого еще раз властного человека, сердце в Божьих руках. Хотя еще раз, Ему кажется, что Он сам обдумывает решение, и все решения от Него зависят. Но Бог и в это сердце вмешивается. Это как поток воды или как ручей, который течет, может быть, по одному руслу. Падает дерево, прикрывает это русло, и Он может изменить совсем другое течение. Помните, как многие из нас жили в одной стране. Это была большая страна, Советский Союз, СССР. А теперь мы живем в другой стране. Да, и был человек, который, кажется, правил такой большой системы империи. Первый секретарь Компартии Михаил Горобачев. И он никак не планировал эту систему разрушить. Ему казалось, что он немножечко хочет ее подреформировать. И он принял решение, которое в конце концов сделали так, что вся система пала, государство разрушилось. И потом он сам думал, а как же это произошло? Он этого не хотел, но этого Бог хотел. Это были Божьи планы, чтобы страна, которая долго сдерживала свободу слова, свободу вероисповедования, была разрушена. Без армии, без каких-то потрясений, спокойным, мирным путем. И сейчас мы живем в стране, которая, может быть, одна из самых свободных для проповеди Евангелия во всем мире. Хотя лет сорок тому назад здесь было очень сильное гонение и совсем-совсем другие правила жизни. Господь. И иногда Господь использует это для блага народа, а иногда для наказания народа. Вот такое вот сердце царя в его руках. Иногда эти правители, ну, вы не думаете, что они добрались до власти и хотят сделать зло. А не каждый из них хочет, даже ради самого себя, чтобы потом его хвалили, сделать хорошо. Но они всегда у них такое получаются. Иногда, потому что просто Бог вмешивается, чтобы народ наказать через такого вот правителя, который правит. Девятнадцатая глава, стих четырнадцатый. Дом и имение. Наследство от родителей. А разумная жена от Господа. Бог правит жизнью. И даже такими моментами, когда у кого-то свадьба. Да, Бог говорит, ты можешь получить наследство от родителей. Может быть, большое или малое, в зависимости от того, какие вы родители. Но разумная жена, это даже не у тебя, и даже не у твоих родителей. Хотя, возможно, вы будете советоваться, и ты будешь думать, что вот я хочу себе иметь разумную жену. Господь может сделать такой подарок. Это Он влияет. Мы знаем, что Господь сделал для меня такой подарок. Он дал мне разумную жену. Потому что у Бога были свои планы. Бог видел здесь молодую церковь. Ей нужен будет пастырем. Ну, ты будешь пастырем, поэтому тебе нужна разумная жена. Это его, однозначно, это его план. Он на жизнь не руководит. Шестнадцатого глава, стих тридцатилетий. В полу бросается жребий, но все решение его от Господа. В времена Ветхого Завета Бог давал евреям особые случаи, когда они принимали какие-то серьезные решения. Зачастую это было перед лицом Господа в храме, в присутствии священника или первого священника. Идался жребий. И даже могли лишаться жребий, кидаться жребий человек виноват или не виноват. Казнить его или помиловать. Очень серьезные решения. Сейчас такого нет. Ну, может быть, жеребенка в лучшем случае бывает, когда какие-то там спортивные состязания, очередность команд, кто с кем встречается. А тогда, еще раз, очень серьезные решения принимались. Просто жребием. Кажется, это же случай. Как случаем дать право такое решать? Даже такое, мне кажется, случайное дело, как какое жребий выпить. У священника был один камушек черненький, как бы черный, другой белый. То есть да или нет. И на это влиял Господь и указывал, да или нет. Так или так поступить. Случайности не случайны. В мире, который правит Господь. И вот одна из притч, которая как будто бы останавливает нас. А как же нам жить, если, в принципе, с одной стороны мы свободны, а с другой стороны мы миром правит Господь. И моей жизни правит Господь. Притча, 20 глава, стих 24. От Господа направляются шаги человека. Человеку же как узнать путь свой? Соловьи как будто бы задает вопрос для нас. Но если так вот, если Господь правит миром, так как же теперь мне жить? Или как же теперь мне принимать решения? Как теперь мне планировать? Или как мне с этим Божьим управлением, Его руководством быть в согласии или в гармонии? И следующий ряд притч показывает как бы правильный ответ на это Божье проведение, которое мы должны иметь в своей жизни. 21 глава притч, 31 притч, но давайте еще прочтем 30, как в контексте. 30. Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Коня приготовляют на день битвы. То есть люди готовятся к битве и даже, может быть, думают, что вот в зависимости от своей готовности или от своей армии будет такая или другая, в конце концов, итоговая ситуация. Но победа от Господа. Он начальник говорит, что нет мудрости вопреки Господу. Если мы понимаем, что миром Господь правит, и от Него в конце концов зависит, что будет в конце моей жизни, в конце мировой истории, то мы должны быть как бы в гармонии с Господом. Мы должны думать, Боже, а какая Твоя цель для моей жизни? Что Ты желаешь от меня? Чтобы моя мудрость была не вопреки Ему, а от Его мудрости. Если Ты дал мне такие заповеди, Господи, то я буду жить по ним, потому что это Твоя воля. Тогда будет и победа. Победа от Господа. Тоже известные притчи, я считаю, из третьей главы, стиха пятого. «Надейся на Господа всем сердцем Твоим и не полагайся на разум Твой. Во всех путях Твоих познавай Его, и Он направит все зи Твои. Не будь мудрецом в глазах Твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Ответ на понимание, что Бог правит и есть Божье провидение. «Надейся на Господа». Упывай на Нему. Будь Ему послушен. Во всех путях познавай Его. Доверь Ему свою жизнь. И пойми, что если то, что ты запланировал, угодно Господу, оно будет неугодно, смирись. Скажи, Господи, значит, это будет воля Твоя. Прими Его решение в своей жизни. И Он направит все зи Твои. Или Он сам этот путь проложит и уберет ненужные препятствия, которые тебе мешают. И сделай так, что Твои планы, если не в Его воле, они реализуются. Недавно у нас в собрании изучалась книга «Исфирь». Там в этой книге часто как будто бы случайные события, но не определяют в конце концов ход истории Израиля. И мы понимаем, что эти события не случайны. Просто Бог хотел, чтобы Его народ не погиб, а был спасен. Потому что этот народ должен был дать нам Христа, рожденного для нас Господа и Спасителя. Надейся на Господа, будь Ему послушен, смирись перед Его волей, и Он управит Твой путь. Еще одна притча на похожую тему, призывающая нас Господу во всем довериться, 16 глава, стих 3. «Предай Господу дела Твои». Как бы отдай или доверься, и предприятия Твои совершатся. Доверь Богу свою жизнь, доверь Богу свои планы. Скажи, Господи, да будет воля Твоя, и Он подойдет Тебя по Своей воле. Десятая глава, стих 3, другого рода притча, показывающая нам, что мы в Божьих руках. Десятая глава притча, не допустит Господь терпеть голод душе праведного. Стяжание же нечестивых и сторонит. Стяжание или их накопление. притча призывает нас, если мы понимаем, что Бог правит миром, призывает нас быть людьми, которые как бы на Его стороне, на стороне тех, о ком Он опекается или чью жизнь Он оберегает и чью жизнь Он проводит. Призывает быть праведным, жить свято и чисто, зная, что Бог о Своих позаботится. Он даст необходимые для жизни и для питания. Бог заботится. Давайте жить свято. 29 глава, или от притча будет с 25 стиха. Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Боязнь перед людьми, наверное, перед людьми со злыми намерениями, которые, возможно, ты думаешь, вот они тебе желают сделать зла. И кажется, если они желают сделать зла, не нужно их бояться. Словом говорит, не надо их бояться, а надо бояться Господа или надеяться на Господа. Значит, что не в их управе твоя жизнь, а в Божьей управе. И наоборот, если ты будешь их бояться, злых людей, то ты сам себя уловишь или приведешь к каким-то поступкам неугодным Господу. Бойся Господа, доверяй Ему, знай, что без Его воли ничего в твоей жизни не случится. И как бы злые люди не скрежетали зубами, планируя что-то плохое для тебя, Бог правит миром. Надейся на Него. Сит 26, похожая притча. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Благосклонное лицо правителя. Возможно, когда мы идем и нам нужно какой-то вопрос решить. Я думаю, от этого человека зависит. Я думаю, а в каком у нас настроении? Если он в хорошем настроении, давай я пойду к нему на прием. И, может быть, он будет расположен решать мои вопросы. Но судьба не от этого правителя, не от его настроения, потому что сердце правителя в руках Господа. Судьба от Господа. Он решает все. И как он решит, так и тот скажет. Такой будет ответ от Господа, чиновник. Как Бог решит. 24 глава стиха 15. Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведник. Не упустошай место покоя его, ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Бог обращает их к злым людям, которые делают зло праведным. Говорит, вы напрасно, как бы, тратите свои силы. Сколько раз вы ставите ему под ножку, и он падает, но встает, падает и встает. Потому что я его берегаю, и я его поднимаю. И потому что все ваши злые планы в конце концов упадут на вашу голову, а не на его голову. И так и продолжаются эти притчи, смотрите, стиха 17. Уже для праведника. Не радуйся, когда упадет враг твой. Хотя этот враг тебе делает зло, но Бог повернет на его голову. Но ты не радуйся, не радуйся, когда упадет враг твой. И да не веселится сердце твое, когда он споткнется, иначе увидит Господь, и неугодно это в очах его будет, и он отвратит от него гнев свой. Так, злой человек пытается делать праведнику зло, а Бог говорит, не получится и не получается. И в конце концов это зло падает на голову этого злого человека. Праведник смотрит, Бог говорит, а ты не радуйся. Ну, кажется, ну, наоборот, ты можешь возрадоваться, что Бог, вот видишь, наказал его. А ты не радуйся. Я наказал его, но Бог говорит, а мне противно злорадство. Мне это не нравится, когда люди потешаются чьими-то бедами. если ты так будешь делать, даже то заслуженное зло, которое его прокинуло на его голову, а ты этим радуешься, я остановлю его. Все поменяется, может быть. Я правлю миром, но ты веди себя достойно и честно. Ну, давайте, наверное, еще одна будет последняя притча на сегодня о нашем уповании на Божье проведение глава 20-22 стих. Не говори, не говори, я оплачу за зло. Отплачу за зло. Не говори, предоставь Господу и Он сохранит тебя. То есть, если мы верим, что Бог все видит добрых и злых, если мы верим, что Бог оберегает праведника, если мы верим, что злым людям Бог воздает и в свое время, когда Он считает нужным, то мы не должны вымешиваться, мы не должны злым воздавать ихним злом и сами озлобиться. Мы должны Господу верить. Поэтому не говори такое и не думай такое. Хотя вроде бы ты отвечаешь, не ты первый начал эту войну, тебя обижают, ты в нее не вмешивайся. Доверь Богу, доверься Богу. Если Богу угодно тебя наказать через этого злого человека, терпи наказание. Бог знает, почему это допустил. Знаете, иногда у Бога другие цели, чем наш, и нам нужно понять Его цель. Божья цель это не просто удобная для нас жизнь на земле, а Божьи цели наше освящение, наш духовный человек, чтобы мы попали в вечную жизнь на небеса. и иногда для этого нам нужны беды, чтобы нас потрясти. Иногда, когда мы забываем о Боге, когда мы ведем себя самонадеянно, Бог допускает скорби. Андрей Иванович читал в Псалом о том, где Бог говорит «В скорби своей призови меня». Иногда Бог допускает скорби, чтобы мы начали Его звать, потому что мы забыли и о молитве, о том, что во всем зависит от Господа. как мы в этом живем, как мы это реагируем? Мы должны понимать, что Он правит миром и моей жизни. И ничего в моей жизни нет случайного. И даже если вокруг меня злые люди, Бог допускает их. Но мы должны им на зло отвечать не злом, а терпением и любовью. А Бог разберется со всеми и со мной тоже, и с ними в свое время, как Он правит. И так Господь, Который нас создал, Он нас не отправил в независимое плавание. Вот я вас создаю, а теперь вы плывите. Он нас создал и Он над нами. Он все контролирует, Он все видит, Он все знает. И у Него есть свои цели, свои планы на жизнь каждого из нас. На жизнь нашей нации, на жизнь нашей церкви, на твою и мою жизнь. И Он желает, чтобы мы для своего же блага понимали Его волю и ей подчинялись. Надеемся на Господа, и Он управит. и пусть и в своей жизни мы будем людьми, которые доверяемся Ему и слушаемся Его, зная, что Он не ошибается, зная, что Его воля всегда лучше, чем наша. И пусть и Его воля, и Его планы для тебя и для меня свершаются и свершатся. Для славы Его. Аминь. и Ооо. покинул, . Продолжение следует...